Спасибо большое самым стойким. В принципе, мне кажется, у нас сегодня очень хорошая посещаемость. Прямо с начальной сессии на макроэкономистов был полный зал народу. Спасибо большое всем, кто дождался нашей финальной сессии деловой программы. На этой сессии мы поговорим про рынок страхования. Будет у нас, конечно, небольшой склон в сторону страхования жизни, потому что большинство участников спитеров как раз представляют сегмент страхования жизни. Он ближе именно к индустрии коллективных инвестиций, долгосрочных инвесторов. Мы постараемся сделать сессию для вас интересной. Подобрали такой состав спитеров, который позволит нам во время сессии поговорить о страховщиках, как о инвесторах, институциональных инвесторах. Отдельно поговорим в том числе и про запрос индустрии страховщиков жизни к финансовому рынку с точки зрения потребностей в инструментах. Кроме этого, также затронем тему продуктов, в том числе инвестиционных продуктов, которые могут делать страховщики жизни. Оставим это на конец нашего выступления для того, чтобы сохранить аудиторию до конца. Вот недавно нам рассказали только что про ПДС, программу, которую ожидали, по-моему, в течение восьми лет. Страховщики жизни в этом году готовятся к запуску программы ДСЖ, которые ожидали 20, наверное, 4 года. Если я правильно помню, первые дискуссии про внедрение юнит-линк в Россию. Так что об этом тоже можно будет сегодня услышать. Но кроме этого, сегодня мы также еще порассуждаем про страховщиков, в том числе как и объект инвестиций, поскольку с нами присутствует у Тренистана страхования. Это как раз бумага обращается на рынок, и поэтому вы можете посмотреть на страховщиков, в том числе и как на объект инвестиций. Ну а начнем, наверное, с обзора рынка. Я попрошу Константина Дорова, Сагаз Жизнь, сделать обзор по рынку, для того, чтобы представить аудитории, что из себя представляет рынок страхования в целом. Ну и отдельно, наверное, пару слов сказать о роли страхования жизни на этом рынке и его тенденциях, перспективах развития. Константин. Да. Добрый день всем. Спасибо за приглашение. Я постараюсь максимально кратко объяснить и рассказать текущие цифры по страховому рынку и расскажу доли, тенденции, развития. Значит, мировой страховой сектор – это примерно 7 триллионов, почти 7 триллионов долларов страховых премий. Это все страхование вместе, и жизнь, и нежизнь. Соответственно, в мире от общего ВВП 105 миллиардов – это 7 триллионов. Извиняюсь. В США, соответственно, доля сильно больше, и, как вы видите в правой табличке, мы можем понять, что основную долю, конечно, в мировом сборе страховых премий, конечно, осуществляют развитые страны. Мы видим, что лидерами являются США, Великобритания, Китай за счет просто масштаба имеет хорошие цифры, Индия, даже при том, что у них количество населения не так уж и сильно меньше, чем в Китае, а по последним данным и больше, но страхование там имеет не очень большой величины. В России размер страховых премий на КВВП – это всего 1,3%, то есть совсем мало, нам есть куда расти. Очень интересная цифра – это размер страховых премий на душу населения, он, наверное, самый такой показательный. И общий размер у нас в мире – это 853 доллара в год сбора страховых премий на душу населения. Соответственно, в России это всего 134. То есть все виды страхования в России очень сильно отстают от глобальных цифр, которые есть в мире в целом. Давайте перейдем дальше, посмотрим непосредственно. Самый интересный, наверное, вид страхования, который есть – это страхование жизни. В мире он занимает примерно 2,8 триллиона долларов, при этом в общей структуре страховых премий по жизни от ВВП в мире – это 2,8%. Снижение страхования жизни занимает примерно 41% от общих страховых премий во всем мире. И средняя премия на душу населения по страхованию жизни – это 354 доллара. А при этом в России всего 47. То есть мы понимаем, что у нас потенциал роста. Если Россия будет идти в сторону, конечно, развитых государств и попытается дойти до состояния развитой экономики, то у нас потенциал роста страхования жизни, он по большому счету в десятки раз. Если сравнить со средней страховой премией в лидерах в США и Великобритании, то потенциал роста по большому счету безграничный практически в 100 раз. Давайте коротенько посмотрим еще, как развивался наш рынок страхования жизни. Зародилось это все в глубоких 2000-х и до 2000-х лет. Мы не стали уходить глубоко в историю и решили показать уже последние пять лет и показать динамику, из-за чего все это происходило. В целом рынок страхования жизни разделен на три больших кусочка. Это инвестиционное страхование жизни, это, соответственно, кредитное страхование жизни. И мы объединили общее страхование, накопительное страхование жизни и пенсионное страхование жизни. И риска в одно, потому что рискового страхования жизни и пенсионного у нас очень мало, и отдельно на слайдах их было бы не видно. Поэтому мы всегда объединили вместе. Как мы видим, в 2022 году в результате понятных событий произошло резкое снижение продаж ИСЖ. В первую очередь сохранили свою долю продажи кредитного страхования жизни, потому что были достаточно низкие ставки по кредитам, была высокая активность населения в плане заимствования, и поэтому кредитное страхование жизни имело хорошую долю. НСЖ также росло, и самый большой рост произошел как раз в НСЖ в 2023 году, как раз за счет роста ставок, за счет роста предложений. Сейчас, допустим, мы видим в явном виде абсолютно подавляющий спрос клиентский в сторону продуктов с фиксированной доходностью, с высокогарантированной доходностью, и в этом мы видим определенную тенденцию текущего рынка. Продукты страхования жизни сами по себе, они достаточно гармонично подстраиваются под текущую ситуацию на рынке, и при низких ставках интересным клиентам проявляются накопительные продукты и инвестиционные продукты с повышенной доходностью без гарантии, а при высоких ставках фондирования из высоких ставок денежного рынка спрос клиентский перетекает в инструменты с фиксированной доходностью. В целом я хочу сказать, что бизнес страховой, это, наверное, больше, конечно, сейчас я на поляну коллег из Ренессанса подолью, но я не мог это не отметить, страховой бизнес достаточно устойчивый, и имеется определенный баланс. В условиях высоких ставок, доступных для инвестирования, компания зарабатывает очень хорошо как раз на инвестиционном доходе, и это получается основной источник финансирования прибыли и маржи компании. В то же время в этой же ситуации обостряется очень сильно конкуренция за клиента, очень сильно снижается маржа именно в страховых продуктах, и маржинальность продуктов в эпоху высоких ставок становится ниже. Но совокупный размер прибыли и маржинальности, полученные в результате инвестиционного дохода от высоких ставок и от страхования, он достаточно стабилен в любом момент времени, потому что в обратной ситуации у тебя получается ситуация, при которой доходность портфеля инвестиционного снижается, но растет доходность маржинальности бизнеса от страхования. У клиентов возникает меньше спроса на ценовую премию, больше на составляющую, на сервисную, и за счет этого компания может себе увеличить маржинальность. Ну, в целом, наверное, все. Если есть вопросы, готов ответить. Костя, давай сделаем с таким образом, что вопросы, если у нас останется время, оставим на конец, для того, чтобы вложиться во времени, потому что после нашей сессии состоится церемония награждения, такое мероприятие откладывать нельзя. Действительно, цифры, которые продемонстрировал Костя, показывают, что российский рынок, наверное, в том числе в силу молодости, а может быть в силу дипкости и адаптивности участников, продолжает расти, даже несмотря на потрясения как экономические, так и период высоких ставок, что всегда пугало страховщиков. Для Европы, я напомню, период высоких ставок был большой проблемой, так же, как период низких ставок в этом смысле для продуктов. Мы адаптируемся и к тому, и к другому условиям. Но у нас таких низких ставок, как в Европе, конечно, слава богу, еще не было. А как это бы смерть, конечно, накопительного страхования был бы. С этой точки зрения очень, конечно, интересно. Вот сессия, которая у нас была допенсионной, когда во время высоких ставок мы начинаем обсуждать и готовиться к тому, а как оно будет, если снизится, и с точки зрения того, чтобы страховщики и пенсионные фонды начали использовать СВП. Ну, а я, как и обещал, хотел передать слово Владимиру, Владимиру Залушке, группы Ренессанс-Страхования. Как раз, Володя, как договаривались, прошу тебя представить аудиторию страхования не только как институционального инвестора, производителя финансовых продуктов, но и как комитент, как объект для инвестиций. Интересно послушать, как инвесторы воспринимают страховую компанию как объект инвестиций и как страховая компания как объект инвестиций ведет себя на фоне колебаний рынка. Да, большое спасибо, Павел. Большое спасибо, Константин. Он сделал огромный прекрасный доклад, и он сейчас нам очень нужен, потому что, поверьте, очень непросто быть единственной страховой компанией на российском рынке с первым уровнем листинга. Все сектора так или иначе кучкуются, есть конкуренты, и в этой связи инвесторы получают большой доступ к различной информации, журналисты об этом пишут, а ты борешься за весь страховой рынок, рассказываешь о его потенциале с горящими глазами. Поэтому это очень важно, что вы видели сегодня цифры про мировой рынок, про потенциал. Нельзя рассказывать про страховую компанию, только про нее саму, нужно рассказать и про рынок. И Константин сделал классный спойлер, что страховые зарабатывают не на страховании. Возможно, не все об этом знают. Инвесторы удивляются, что зарабатываем мы на инвест-доходе в основном. Это многим открывает глаза, потому что где страхование, где инвестиции. Я думаю, вы и с маркетинговой точки зрения, мы все сталкиваемся с тем, что когда мы приходим к клиенту с продуктами накопительного страхования, они говорят, а при чем здесь страховая компания? Есть же банки, депозит, страхование, непонятно. Но во всем мире, в крупных странах это давно уже путь прошли. Я сам буду листать или как лучше? Или просто говорить? Спасибо. Так будет удобнее, наверное. Спасибо. Вчера была панель с московской биржей многоуважаемой, где Наталья Логинова вместе с другими эмитентами обсуждала, соответственно, российский фондовый рынок, происходит очень много IPO. И сегодня еще одна компания объявила, соответственно, обсуждали нюансы того, как быть на фондном рынке, как подготовиться, как выйти. Это очень длинный процесс. Я сегодня сделал презентацию максимально практичной, буду рад ответить на вопросы. Если остались со вчерашнего дня, есть специфика именно в страховании. Но тем не менее, процесс IPO – это очень важный этап, но не единственный. Самая активная жизнь любой публичной компании начинается после. И к этому нужно готовиться. Так вот, к практическим цифрам, потому что аудитория очень профессиональная, можно ли было заработать в прошлом году на вложениях в акции, в том числе страховых компаний. Здесь приведу несколько примеров. Давайте начнем с бенчмарка. Как правило, бенчмарки, если за рубежом, это в данном случае индекс S&P. Мы видели, он все в локальных валютах, разумеется, вырос на 24%. Индекс Мосбиржи в два раза лучше в рублях, но тем не менее 43%. Золото, нефть, рубль, вернее доллар, доллар был тоже неплохой инвестицией. Но вот остальные сырьевые товары так себе. Страховые компании показали среднюю динамику. Лучше всех на этом графике выросла компания Альянс. Вы видите, это одна из крупнейших мировых вообще публичных компаний. Ее капитализация с лишним миллиардов евро. Самая крупная, безусловно, компания, которую можно относить и к фонду, и к страхованию, это компания Уоррена Баффета, о чем мы часто говорим инвесторам. Это тоже их удивляет, что Баффет очень верит в страхование. Вот он недавно на прошлой неделе, РБК написали, была новость, что одна из секретных его сделок недавних, это как раз покупка американской компании в сфере LifeTube. Можете посмотреть. То есть Уоррен Баффет сам начинал страхование и продолжает верить в этот рынок, несмотря на то, что американский рынок самый крупный, самый развитый и в Life, и не в Life. Вложения в акции Ренессанс, Рене, это наш тикер, Рене, связанное с названием, принесли инвесторам 88%, это еще не включает плюс 10% дивидендную доходность. В принципе, заработать можно было хорошо. Короткий ответ такой. Это не единственная компания на российском фондном рынке, которая показала такой рост. Целый ряд компаний восстановился после 2022 года, но у нас он был, правда, впечатляющий. После такого роста, как правило, возникает вопрос, а есть ли еще смысл вкладывать во что-то, что уже так выросло. И вот мы видим, что S&P вырос с начала года на 12%, Инекс Мосбиржа на 10%, рубль укрепился, вложения в доллар были не так уж хороши, золото очень сильно выросло. Но акции Ренессанса показывают опять сильную динамику. С начала года мы выросли где-то на 18%. Зарубежные страховые компании, как вы видите, тоже имеют ускоренный рост. Надо изучать каждую компанию отдельно. Это, в частности, очень интересно. Я не успел изучить, что произошло с China Live в прошлом году, что он просто с какой-то диаметрально противоположной динамикой, но какая-то, может быть, локальная китайская специфика. Может быть, восстановительный рост Китая сейчас, в принципе, хорошие данные оттуда идут, и, наверное, это выводит вверх и китайскую компанию. В любом случае, вложение в акции страховой компании оказалось, что это не самая плохая идея в целом для инвестора. Вкладывают ли инвесторы в страховые компании? Наверное, вопрос даже правильно задать с другой стороны. Страховые компании вкладывают во все, что только можно. Потому что во всем мире, я работал до этого много лет, в очень крупнометаллургической компании. Вообще новый человек в страховании пришел буквально полгода назад. И очень доволен. На самом деле, мне казалось, это такой немножко скучный, пыльный сектор. Я был очень приятно удивлен, что на самом деле в страховании происходит много интересного. И как и в банках, и иншуртек, вы все это знаете. Для меня это было новостью, потому что про страхование я ничего не знал. Так вот, когда я работал в крупнометаллургической компании с листингом и за рубежом, самые престижные встречи, которые мне попадались, это от людей вроде Альянса и подобных страховых компаний. Вот когда они приходили на встречу, и удавалось потом увидеть их в реестре, я понимал, что эти люди зашли с огромным чеком на 10 лет больше. И будут сидеть в нашей российской компании, получать дивиденды. Российские металлурги были этим известны, сейчас возвращаются к этой практике. Поэтому это очень престижно, получить встречу как эмитенту от страховой компании. Мы сами же огромные инвестиционные фонды. Мы и сейчас участвуем в целом в ряде IPO. Поэтому в этом плане иногда забывают, что страховые компании, они напрямую способствуют развитию фондового рынка, и о чем сегодня много говорилось, инфраструктурному, долгосрочному развитию через покупку инструментов с фиксированной доходностью. Поэтому на нас сейчас государство делает такую ставку. В мире. Мы считаем, что, конечно, у страховых много общего с банками, но есть отличия. Они, по ощущению, гораздо более диверсицированы и по географии, и по локациям, и физлицам, юрлицам, особенно универсальные страховщики, перестраховывают крупные риски, представленные во всех страхах экономики. Поэтому в этом смысле они очень устойчивы. Полисы длинные, где-то годовые, где-то многолетние, как в лайфе. В этом плане страховые интересны, стабильность. Но при этом они растут. За счет того, что они стабильно, устойчивы и платят дивиденды, как правило, страховые компании в мире оцениваются выше, чем банки. Вот средний мультипликатор P, это прайс, к прибыли, 14 против 12 у банков. Это западные мультипликаторы. Конечно, в России таких нет, кроме ряда IT-компаний. Но просто сам пример оцениваются дороже. Третий момент, что объединяет их с банками, внедряют инновации по полной, в скоринге, в работе с клиентами. И тут самые open-up, которые сегодня госпожа Морозова упоминала. Да, это мы все делаем. И более того, выходим за пределы страхования. Потому что все страховые поняли уже и в России, что только в страховании развиваться далеко не уедешь. Есть много чего интересного, что происходит вокруг. И по мере того, как нас дисраптят банковские группы, IT-группы, я уже даже не знаю, и коммерсы, мы все должны найти, на самом деле для нас это большая проблема и возможность найти какое-то стратегическое решение. Если мы будем оставаться только в страховании, это большие риски. Поэтому во всем мире происходят эти процессы, следить за рынком интересно. Что мы предлагаем на рынке? Пять компаний. Группа Ринстант Страхования, Тикер Рейни. В основном это две огромные компании, пополам которые соформируют нашу примерную чистую прибыль и выручку, страхование и ренессанс жизнь. Что еще нас отличает? Это два медтехпроекта. Буду цифровая клиника. И про себя мы запустили буквально в марте компанию в области ментального здоровья. Ну и основная часть группы с точки зрения дохода, я уже говорю, зарабатываем на инвестициях. Это известная вам компания, управляющая спутник. Они в основном, но не единственные, управляющие нашим инвестиционным портфелем, который на конец первого квартала составлял 191 миллиард рублей. С инвесторами. Вот здесь я пишу, что уже спойлер. Количество инвесторов выросло в два раза за год. Поэтому в этом смысле все, что мы делаем, рассказывая о страховом рынке, то, что делал Константин, то, что мы делаем через эфиры сами. Благодаря статистике ЦБ, которая хоть и с задержкой, но все-таки выходит. Хотелось бы, чтобы о страховом рынке писали больше и шире. Все-таки про страховые пишутся мало. Спасибо, что есть рейтинговые агентства, которые нас покрывают. Но этого мало. У нас огромный рынок, 2,3 триллиона рублей. Он растет в прошлом году на 26%. Как вы знаете, в этом году тоже первый квартал очень сильный у всех. Во многом благодаря лайф-сегменту. Поэтому надеемся к нам присмотрятся. Мы стараемся так, чтобы к нам присматривались, так как публичная компания, в первую очередь финансовые блогеры, аналитики брокеров, которые покрывают нас. Их количество растет, потому что, естественно, если идет рост акции, если происходит выплата дивидендов, мы формируем историю, то это привлекает инвесторов. Компания разместилась, надо сказать, в 2021 году, в октябре. И мы в этом плане не успели рассказать о себе и о рынке, потому что потом случились события до 23 года. Мы закрыли отчетность и немножко исчезли из инфополя, как и целый ряд имитентов. И только в 23-м вернулись, потом, по сути, Ренессанс сделал, можно сказать, свой Ренессанс в 23-м году, просто уже рассказывая о себе. И инвесторов удивляло. Я помню, я пришел из очень крупной металлургической компании на конференцию Smart Lab. Здесь в куларах есть Тимофей Мартынов, основатель этого прекрасного проекта. Так вот, мне подходили люди, видя бэдж, здесь написано, Ренессанс страхование, говорили, вы при IPO компания? Я говорю, нет, мы уже с 21-го года на бирже. Никто не знал, никому не приходило в голову вообще среди 200 российских эмитентов приложений брокерском набрать. Никто не знал. Поэтому в этом плане мы формируем определенную репутацию рынка. Слава Богу, мы растем, мы, так сказать, не подводим вас, мы несем эту ответственность, мы плачем дивиденды открыты. И я надеюсь, что будущие страховые, размещающиеся на бирже, будут платить нам royalties за ту прекрасную индикашн-работу, которую мы ведем. Это шутка, конечно. Что выросло в первом квартале? Мы уже раскрыли свои данные. Данные ЦВ будут позже у других компаний. Вот смотрите, общий рост год к году в премиях на 39%. И то, о чем мы все сегодня и говорили. Основной рост это NCG. 115%. Более того, примерно такой же рост у нас был и в четвертом квартале. Мы знаем цифры других игроков, примерно такие же цифры. Все в лайфе очень сильно растут. Это действительно прямо какой-то новый тренд. Усилия государства, программы ПДС, ДСЖ со следующего года. У нас будет много возможностей. Я бы в этом смысле, вот инвесторам рассказа, почему надо вкладываться в страховые компании. Это долгосрочный тренд. И вот этот восстановительный рост, который догоняющий в лайфе, он будет особенно четко проявляться. Если уже, как сказал Константин, наш рынок в среднем меньше в пять раз среднем мирового, то есть он должен быть не 2,3 триллиона, а там 12 триллионов уже сейчас, может быть он таким и будет, то лайф будет очень сильно догонять с низкой базы. Что вы видели цифры, но лайф как-то за счет ОСАГО, обязательных страхования условий, он как-то рос. А вот с лайфом это же добровольно, это же человек вот сам должен прийти и сделать. Это же не ОСАГО, поэтому это очень сложно. Но у нас получается, у всех нас с вами вместе. Но также растут ДМС и авто. Это инвестиционный портфель. Когда вы разместитесь на бирже, а наверняка часть сидящих здесь компаний дойдет до биржи, вас инвесторы будут спрашивать очень много про инвестиционный портфель. Не потому, что это важно, но это правда важно, а потому что им просто интересно. Очень многие хотят вас копировать. Если они видят, что у вас получается, они будут вас мучать, сколько у вас флоутеров, что вы делаете с акциям, когда ждете ралли, как реагируете. В этом плане вы будете делать много такого бесплатного эдикейшена тем, кто тоже инвестирует на рынке. Слава богу, если они параллельно еще покупают ваши акции, тогда можно и рассказывать сколько угодно. Тренды, которые будут длинными на российском рынке, на мой взгляд, потому что дальше я там покажу слайд, что покупает инвестор на бирже, это уже практически последний. Рынок, любой инвестор хочет видеть перспективу. Ему нужна какая-то морковка. Он не хочет купить здесь и сейчас, а завтра непонятно что. Компания должна его увлечь эмоционально своей какой-то историей, миссией, зачем она, но и главный рынок. И мы видим, что рынок будет расти не только благодаря лайфу, но и благодаря ДМС, потому что кадровый голод не уходит. Мы видим, работодатели сейчас внедряют программу ДМС. И также сегмент мобилити мы называем, средства передвижения. Это и авто, такси, каршеринги. Там происходит очень активное обновление. И это тоже драйверы роста страховых компаний. Последний слайд, на нем я остановлюсь. Что нужно инвесторам? Во-первых, ваш бизнес, предположим, вы готовитесь к IPO. Лучше начать за год, как минимум. То есть это история не в последних месяцев. И нужно формировать уже узнаваемость, показывать менеджмент, показывать вашу стратегию, какие-то первые финансовые цифры заранее, чтобы к вам привыкали. Нужно сформировать бренд. И, конечно, если вы показываете растущий бизнес и растущий рынок, это уже, как говорится, tick in the box. Все, вы соответствуете. Идем дальше по чек-листу. Четкое пистонирование имитентов. Очень сложно продать компанию, которая непонятно что. Есть разные архетипы компании. Дивидендная история, растущая история, еще какая-то история, инновационная. Вы должны понять, где вы лидеры, где вы сильны, и вокруг этого строить ваше позиционирование во всех коммуникациях, чтобы четко в голове была ассоциация. Покупаешь такую компанию, она вот для этого. Лидерство по какому-то параметру. Все любят покупать лидеров. И какая-то большая идея. В нашем случае большая идея. Мы говорим, мы растем на 15% в год. Через 5 лет мы удвоимся как компания, а может быть еще больше за счет M&A. В этом плане есть большая идея. Активно коммуницировать с инвесторами, быть открытыми. Сегодня 80% в оборотах, как вы знаете, уже составляют розничные инвесторы. Поэтому от таких кабинетных встреч с фондами, что никто не отменял, и это нужно делать. Нужно делать эфиры, публикации, работать с блогерами, вести социальные сети активно. Это важно. Хорошее аналитическое покрытие, тем не менее, все равно важно от брокеров. И ликвидность бумаг, присутствие в индексе Мосбиржи. Это как долгосрочная уже дальнейшая цель. Это, понятно, не происходит в момент IPO. Но все предыдущие параметры, о которых здесь написано, они важны абсолютно для любой размещающейся компании. Спасибо. Да, Владимир, спасибо большое. Основная мысль в том, что страховщики диверситетами имеют диверсифицированный доход. Как вы видели на слайдах, зарабатывают не только на страховом доходе, но и на инвестиционном доходе. Была уже упомянута в том числе примерная структура инвестиционного портфеля. Я предлагаю продолжить эту тематику. Я бы хотел передать слово Александру Тихомирову, Сбербанк страхования жизни. Саша, как договорились, прошу тебя порассуждать на тему страховщика, как долгосрочного инвестора. Тема потребности в длинных деньгах в российской экономике, она всегда актуальна была. И страховщики всегда выступали, как тот институт, который обещал принести эти длинные деньги в экономику. Хотел тебя попросить рассказать, как обстоят на текущий момент дела, особенно учитывая, что все отмечают рост накопительного страхования жизни. Тот продукт, по идее, по которому, наверное, наиболее длинная дюрация по обязательствам, было сравнение с банками страховщиков. Наверное, в этом смысле как раз тот продукт, который должен отличать вас по балансу от банков, иметь более длинные обязательства. Как вы себя чувствуете, как долгосрочный инвестор? Насколько вы довольны тем набором инструментов, которые можно инвестировать для того, чтобы соблюдать ИЛМ, обеспечивать доходность? И еще один вопрос, тоже прошу об этом поговорить. Говорили про IPO, говорили про рынок акций российских. На примере пенсионных фондов мы поняли, что совокупность регулирования вместе с ограничениями приводит к тому, что все-таки пенсионные фонды остаются достаточно консервативными инвесторами и доля акций ограничена. Что страховщики жизни по этому поводу думают? Насколько видится тебе интерес страховщиков жизни к рынку акций? Какая потенциальная доля? Видите ли у нее возможности расширение в ближайшее время? Да, Саша, тебе слово. Да, Павел, спасибо большое. Приветствую вас, марафонцы форума InvestFans. Мы с вами те, кто досидели до конца. Да, те не справились. Мы добежали. Спасибо вам большое за это. Знаете, пока мне сейчас кликер будут передавать, я скажу так. 2,3 триллиона денег в страховых компаниях это длинные стабильные деньги. Мы инвестируем надолго и в нашей компании, например, у нас более 80% портфеля это HTM, то есть мы держим его до погашения бандов. Мы также инвестируем в акции. Их, понятно, до погашения компании, то есть до банкротства мы не держим. Мы продаем раньше с прибылью. И это очень важно понимать, потому что сейчас в государстве, на государственном уровне, на уровне Минфина, и сегодня мы про это говорили еще на пенсионной индустрии. лейтмотив такой долгосрочных инвестиций, он сделан. Но не все, скажем так, то есть посыл дан, но не все инструменты долгосрочных инвестиций нам доступны. Я тоже про это поговорю. И, наверное, сразу отвечу на вопрос про IPO. Да, мы в них участвуем. У нас есть клиентские, скажем так, инвестиционные продукты. Они неконсервативные. Инвестиционные – это активное управление акциями и там вплоть до таких агрессивных продуктов. Мы участвуем не во всех IPO, только в тех, которые мы предполагаем, что мы заработаем и зарабатываем. И вчера даже были те имитенты, в которых мы участвовали. И мы с радостью на самом деле тоже являемся холдерами этих акций. Но основное – мы все-таки такие большие байеры бандов. И, наверное, в первой части я бы хотел обратиться к DCM, которые здесь присутствуют, и представителям эмитентов. Здесь у меня, знаете, такой практический кейс. Что мне нужно? Под мне, наверное, я подразумеваю всю страховую индустрию жизни, то есть всю нашу команду. Что нам нужно? У нас есть с вами большой рынок классических облигаций, который давно уже сформирован. И, как действительно сказали в пенсионной части, у нас мало корпоративных длинных облигаций. Тут нам тоже нужно на самом деле корпоративную длину. Потому что длина в основном формируется за счет Минфина, за счет ОФЗ. Но также что нам нужно? Такой, знаете, инструмент, который немножко забыли, но он был. Сейчас он в очень маленьком представлен объеме на рынке. Это дисконтные облигации. Знаете, все новое, это давно забытое старое. Зачем он нужен? Такой очень специфический как бы инструмент. Две сессии назад обсуждали то, что сейчас высокие ставки и очень неплохо было бы вот эту доходность прокинуть максимально на длинный срок. И мы даем нашим клиентам это сделать. Наши договора накопительного страхования жизни и как раз дисконтные облигации мне нужны именно для того, чтобы обеспечить доходность в этих продуктах. Мы открываем с клиентами до 20 лет. Иногда даже в исключительном случае до 25 лет. Как вы все профессионалы понимаете, таких инструментов нет на рынке. 25-летних. Самое длинное ОФЗ, если я правильно помню, сейчас 17 лет до погашения. И есть вторая проблема, которую мы с вами смотрим в терминал, когда что-то покупаем или продаем. И мы видим такой показатель, как доходность к погашению. Yield to maturity. И все на него, собственно, ориентируются, естественно, как основной показатель доходности. Но есть нюанс, что мы с вами не знаем, под какую ставку мы будем реинвестировать купоны в будущем. Для большинства байеров, банков, там, NPF, может быть, это не так сильно критично. Хотя вот сегодня я узнал с радостью, что для NPF тоже важно захеджировать текущие высокие ставки на будущее. И в страховых компаниях жизни есть отличие очень-очень большое. Мы гарантируем клиенту на длинном сроке, до 20 лет, как я уже сказал, доходность. То есть это такой длинный депозит. И вот как Павел меня спросил, чем мы отличаемся от банков. Вот у банков основное поле пассивной деятельности, то есть те пассивы, которые они привлекают, это до трех лет. То есть их поле там от месяца до трех, ну даже от дня, по накопительным счетам. А у нас наоборот, от трех и дальше. Ну дальше уже как бы у каждой страховой компании жизни свои продукты. И вот эта длина, скажем так, должна быть чем-то обеспечена. Что дают дисконт на облигации? Вот здесь расчет справа. Если обратить внимание, все можно не смотреть, ну потом, скажем так, в оффлайне можете посмотреть. Но основная история какая? Точнее, расчет на следующей страничке для нас будет. Вот. Основная история. Нет купона, и вот этот риск реинвестирования купона, который мы сейчас закладываем, его нет. То есть я понимаю в точке сейчас, под какую ставку я буду реинвестировать. Как пример, вот здесь как раз показан, наверху схематично обозначены, как действует дисконт на облигации, как такой вклад с выплатой в конце. Сегодня вложил, в конце получил. Или там сегодня купил, в конце получил по погашению. И как действуют купонные. И вот расчет, который сделан, в него не вдавайтесь, но вот самая главная циферка здесь, видите, таким оранженьким 29. Это тот доход, который при вложении в купонные облигации, он как бы должен быть в будущем, при неизменности ставок. То есть если я буду реинвестировать под текущую ставку. Но вот мы как бы во многих сессиях сегодня говорили, что под текущую ставку, скорее всего, она будет снижаться. Как быстро снижаться? Когда снижаться? Никто не знает. Даже наши макроэкономисты сегодня утром не сказали точно. Я ждал на самом деле, когда точно будут снижать ставку от них, но они не сказали почему-то. И вот эти 29 рублей из 101 – это то, что попадает под риск реинвестирования. И я не понимаю, как я их буду реинвестировать. А на миллиардных сделках это очень большая сумма. То есть на моих 620 миллиардах, которые у нас есть в Сберстраховании жизни, мы не можем просчитать с помощью ILM, как мы их будем реинвестировать под хорошие ставки. И поэтому закладываем очень низкие ставки. И тем самым даем меньше доходность клиента, либо даем, скажем так, меньше маржинальности компании. А дисконтные облигации позволяют уйти от этого непредсказуемого будущего и понять в точке ноль сейчас, сколько я заработаю к погашению. Потому что, как я уже сказал, 80%, на самом деле больше 80% от портфеля мы держим до погашения. И это очень важный момент. Я хотел бы, чтобы эмитенты и DCM обратили на это внимание и начали выпускать дисконтные облигации. Мы готовы, скажем так, быть байерами этих инструментов. И сегодня в секции по PFI тоже рассмотрели альтернативный вариант хеджирования через свопы. Мы его используем. Вот сегодня как раз Дмитрий Постоленко выступал, мы в одной команде с ним. Но хотелось бы иметь и другие варианты нам, чтобы этот риск долгосрочный закрывать. Ну и что это даст не только нам, то есть нам как институционалам, но и сейчас леет мотив, как я сказал, и для долгосрочных инвестиций физических лиц есть. Если облигации дисконтные будут больше трех лет, то тогда клиент, физическое лицо, это я уже обращаюсь, наверное, к брокерам, к брокерам и банкам, которые продают инвестиционные активы своим клиентам, то тогда, купив такой инструмент, продержав его три года, он может вообще не заплатить никаких налогов, дохода, используя льготу на долгосрочное владение. Это очень крутая история, которая на данный момент дает там от 2 до 2,5% в зависимости от ставки налога конкретного человека преимущества годовых, я имею в виду, 2-2,5% годовых из воздуха. Которая может получить физлицо, в том числе мы с вами. Я буду сам покупать себе на счет. Не только на счет Сбера, Сбер страхования жизни, но и себе на личный счет такие инструменты. И с учетом того, что сейчас, скажем так, Минфин вместе с Госдумой подготавливают изменение налогового кодекса, и видится мне, что там не будет понижения налогов у нас для физлиц, то это будет актуально очень сильно, пользоваться еще налоговыми льготами и здесь. Поэтому вот здесь еще раз, да, нам нужны такие инструменты. И мне кажется, здесь хорошая площадка для того, чтобы об этом заявить, что страховщикам жизни, я надеюсь, и пенсионным фондам тоже будут интересны такие вложения. И следующий такой важный, скажем так, инструмент, он новый, он такой хайповый, даже я бы так сказал, это цифровые финансовые активы. Этот инструмент тоже хотелось бы включить в наше положение 781P, по которому мы инвестируем. У нас есть рабочая группа с регулятором, но хотелось бы, скажем так, чтобы мы двигались быстрее, потому что CFA, они позволяют ускориться. Вот мы сегодня говорили, что бэнкинг у нас очень быстрый, и вот здесь вот тоже хотелось бы еще ускориться, не только в бэнкинге для физлиц, но и в бэнкинге, в инвестиционном бэнкинге для инвестиционалов. Мы сможем с помощью CFA быстрее выпускать и долговые инструменты, и ПФИ, что нам нужно. Это будет дешевле, соответственно, мы будем получать, а соответственно наши клиенты, большую доходность, и, соответственно, разнообразить инвестиционные активы, то есть мы смотрим вплоть до CFA на недвижимость, в алмазы, в инструментах, в продуктах, которые мы сейчас прорабатываем. И хотя бы начать с ПФИ и начать с долговых бумаг в формате тоже CFA, чтобы мы могли, как страховщики жизни, их брать. Я вот регуляторов со стороны страхования жизни не видел, но коллеги из пенсионного регулирования здесь были. Прошу передать коллегам из страхования жизни, что мы ждем очень активного, скажем так, их участия и включения в 881P. У меня все. Саша, спасибо большое. Ну и, скажем так, у кого… Ага, и сразу убрали. Верните, пожалуйста, мне последний слайдик. У кого будут идеи, я всегда рад. Здесь мои полные контакты. Мы очень открыты, поэтому… Я думаю, да, с учетом твоего озвученного практически запроса на бескупонные облигации имеет смысл контакты еще сохранить на экранах. Действительно, кажется, интересная идея с точки зрения пересечения интересов. Страховщикам нужны бескупонные облигации для того, чтобы удобнее структурировать продукты. И кажется, что должны найтись проекты, для которых бескупонные облигации также должны быть интересным способом привлечения и финансирования проектов. Поэтому мы будем надеяться, что страховщики найдут свои проекты. Соответственно, проекты найдут своих инвесторов в лице страховщиков. Спасибо большое за интересное выступление. Я хотел переключиться с темы непосредственной инвестиции страховщиков на тему продуктов, которые структурируют страховщики. И вот это слово Азера Назарова, группа БКС, БКС страхование жизни. Мы видели, что тренд идет в сторону того, что наращивается доля НСЖ, сокращается доля ИСЖ, да постепенно передаем инструмент. Азер, я хотел тебя попросить рассказать про текущее состояние дела по продуктам ИСЖ на ИСЖ. Я знаю, что у тебя есть итоги исследования клиентов по восприятию продуктов. И заодно пользуясь случаем, поскольку группа БКС – один из самых активных игроков на рынке ПФИ и структурных продуктов, такой момент. Интересно, насколько удалось российским инвестиционным домам заместить с собой предложение как раз структурных и производных продуктов для страховщиков жизни, для того, чтобы не потерять в качестве продуктов инвестиционного страхования жизни для клиентов, насколько это произошло. Азер? Да, добрый день еще раз всем. Ну, как вы, наверное, могли заметить, по внешнему виду я маркетолог, я не финансист. В принципе, на предыдущей сессии коллеги рассказывали о том, что маркетинг играет важную роль в том, что делают финансисты. Я постараюсь об этом рассказать в свете продуктов ИСЖ и НСЖ. Но когда мы говорим про инвестиционное страхование жизни, тут есть как бы две составляющие. Это страхование жизни, собственно, и инвестиционная часть. Но про инвестиции поговорим чуть позже. Немного про то, как люди воспринимают, в принципе, страхование жизни. Изначально у нас история уходит в 18 век. Коллеги сегодня показывали цифры за последние пять лет. Но на самом деле, в принципе, население наше довольно знакомо с этим продуктом. Там на конец существования Российской империи было порядка одного миллиона человек, которые были застрахованы. Но в Советском Союзе эту историю продолжили. В принципе, страховка была дешевая. И порядка 70% населения были охвачены этим продуктом. Поэтому продукт, в общем-то, не новый. Причем он был... Ну, мне почему-то не получается переключить. Вот так. Причем он был как индивидуальный, так и коллективный. Также коллеги рассказывали о том, что у нас ключевая, наверное, здесь история связана с развитыми странами. Это большая семерка. Вы можете посмотреть на цифры. Действительно, это все подтверждается уровнем проникновения. В целом, конечно, это зависит от экономического развития, от уровня дохода населения. Поэтому цифры очень сильно отличаются. Но, переходя дальше, если по регионам конкретно посмотреть, здесь есть всегда определенная специфика, скажем так. Если мы говорим про Азию, то там действительно население в последнее время богатеет. При этом, естественно, растет спрос на такие инструменты долгосрочной защиты. Причем здесь очень важна защита семьи, обеспечение будущего детей. И в целом, как бы упор делается на это. Если говорим про США, то здесь в основном люди ценят возможность использовать конструктор для того, чтобы делать индивидуальные продукты под свои запросы. В Европе в основном развитие этого продукта связано с активным старением населения. И здесь важна государственная поддержка. То есть я хочу подвести вас к тому, что есть в каждом регионе ключевой триггер, который определяет развитие этого продукта. Если мы говорим про Европу, то это старение населения. В Штатах это в основном дорогое здравоохранение. А, собственно, в Азии мы говорим сейчас о том, что они на пике, поэтому у них есть возможность вкладывать деньги. И там сейчас наблюдается некий рост спроса на этот продукт. Дальше мы поговорим немножко поподробнее по исследованиям. Наверное, если вы были на предыдущей сессии, там коллеги из Сбера, в принципе, ключевые вещи озвучивали, но я немного подведу цифры под эти тезисы. У нас история на самом деле перекликается. Но в целом, если говорить про страхование жизни, то, естественно, ключевые события в жизни человека, они определяют интерес к долгосрочным инвестиционным продуктам. То есть если мы говорим об этих событиях, то это, как правило, создание семьи, это, возможно, какое-то изменение экономической ситуации либо какие-то стимулы в целом, которые государство так или иначе использует. И во многом именно они являются триггерами, которые определяют интерес к долгосрочным вложениям. Здесь есть ключевые, скажем так, факторы, которые влияют на покупку. Мы сейчас поговорим о том, что мешает покупке. В основном, действительно, люди плохо понимают, что такое инвестиционное страхование жизни. Ну, по-честному, вы, наверное, согласитесь, что даже для меня, маркетолога, в основном все, что я здесь слышу, это такой птичий язык. Поэтому для клиента с улицы это, в общем, ситуация еще более печальная. Поэтому мы, когда говорим о том, что мешает, мы прежде всего говорим о том, что необходимо больше информации о том, что это за продукт и как он работает. Еще один важный фактор, вот, собственно, коллега из Сбиры говорил о нем, это недоверие компаниям. То есть если вы приносите свои деньги, вы в первую очередь должны доверять этой компании. Поэтому этот фактор является одним из ключевых, останавливая, так сказать, клиента. Но и в значительно меньшей степени здесь играет роль сложность продукта. Еще я хотел обратить ваше внимание на то, что поскольку все-таки мы говорим про клиентов, обычных людей, здесь есть немножко покупательская психология. Есть поведенческая психология, в принципе, она говорит конкретные вещи. В частности, вот о том, что когда мы продаем страхование, мы продаем возможность избежать рисков, потому что, собственно, потерять деньги гораздо страшнее, чем заработать чуть больше. И второй момент еще связан с тем, что это продукты, как правило, долгосрочные. Если вы, условно, будете находиться в ситуации, когда вам предложат конфетку сейчас или две через час, вы, скорее всего, выберете одну сейчас. Очень простая логика, потому что сейчас она есть, соответственно, вы ее видите и вы в нее верите. Если вы откладываете возможность получить свой доход, то, естественно, интерес к нему снижается. Вот эти два фактора, они являются достаточно важными при выборе клиентам таких сложных продуктов, как инвестиционное страхование жизни. Но в целом, конечно, не все стремятся к оформлению таких продуктов. Здесь есть свои какие-то особенности. Но в целом мы говорим всегда о том, что у клиента есть аппетит к риску, поскольку это инвестиции. И есть у каждого свой горизонт планирования. Он очень сильно зависит от тех жизненных событий, которые происходят с клиентом. В целом, если говорить про Россию, то, несмотря на то, что мы не в топе по цифрам, которые коллеги показывали условно с точки зрения доходов отрасли, мы, тем не менее, говорим о том, что одно из важных направлений – это просвещение. И здесь, в принципе, ситуация в России достаточно неплохо выглядит. Я также хотел показать вам пример того, что делают наши коллеги, вот, собственно, Альянс, про который говорили. Это пример большой компании, которая, собственно, ориентирована на то, чтобы объяснить человеку, зачем такие продукты нужны. Если вам интересно, можете просто ознакомиться. Но, в целом, население нашей страны, оно достаточно позитивно воспринимает идею инвестиционного страхования жизни. В целом, мы говорим о том, что порядка 14% населения готовы сами оформить этот продукт и порекомендовать его другим. Но, прежде всего, здесь важно подчеркнуть, что они должны доверять компании. Это превосходит даже доходность, про которую мы говорим. Она идет на втором месте. Ну, естественно, продукт должен быть достаточно простым и понятным. Здесь еще важный фактор. Это, собственно, то, о чем говорили, в частности, коллеги на прошлой сессии, что действительно сейчас значительная часть продуктов инвестиционного страхования жизни, она продается оффлайн. И многие отмечают, что им необходима консультация. Собственно, ради этого очень часто люди приходят в офис. Вот вы видите здесь сравнение с другими продуктами. Но если говорить про то, как условно человек готов зайти в этот продукт, безусловно, для него на первом этапе очень важно, чтобы человек был низкий. Если он там ниже условно 10 тысяч, вы 100% получите этого клиента. Ну и, естественно, продукт должен быть простым и понятным. В целом, у нас тут еще, видимо, был один слайд, но он куда-то делся. В целом, важно подчеркнуть, что у нас на данном этапе есть большая проблема. Нет действительно знания, понимания на уровне отрасли, что такое инвестиционное страхование жизни, как оно работает. Поэтому, когда мы говорим про то, как обучить население такому сложному продукту, вот наши исследования показывают, что чаще всего работает схема, когда вы на первом этапе предлагаете клиенту оформить тот же самый продукт на короткий срок и на небольшой чек. То есть он, условно, может потестировать своего рода пробник продукта, а затем уже заходит на него полноценно на более длительный срок. То есть именно таким образом формируется доверие. Если вы используете, условно, такую двухступенчатую модель продажи, то конверсия в продажу длительных продуктов, она вырастает в 30 раз. Это достаточно существенно. То есть я призываю коллег, которые говорили о том, что у нас продукты от 3 лет все-таки, обращать внимание, допустим, на опыт ремиссанса, который активно продает в онлайне продукты, в том числе на короткие сроки. И это действительно дает хороший результат. А затем уже продавать более сложные продукты, там, где есть инвестиционные составляющие. Поэтому НСЖ, в частности, очень хорошо себя показывает. Поэтому в целом, если подводить итог, действительно у нас есть большой потенциал. Население относится позитивно. В целом есть определенный бэкграунд, который говорит о том, что есть понимание этого продукта, но нет понимания особенностей. Поэтому, возможно, здесь нужно прибегнуть к опыту наших коллег. В частности, в свое время был такой кейс интересный в Штатах, когда производители молока продвигали само молоко. То есть не каждый продвигал условно свое конкретное молоко. Они просто продвигали это как продукт. Рассказывали о том, что он полезен для костей и все в таком духе. И запускали федеральные программы. То есть ни один из игроков рынка сейчас на самом деле не способен полностью охватить аудиторию, дать возможность медийному пространству полностью показать все преимущества, которые есть у этого продукта, рассказать широкой аудитории. Это колоссальные бюджеты. С другой стороны, если будет условно такая медийная компания общеобразовательной, то в целом, мне кажется, все игроки получат свой бонус от этой истории. Это из пожеланий всем участникам рынка. Отвечая на ваш вопрос, все-таки проблем у нас с заменой не возникло. Тем более сейчас, в принципе, есть возможность посмотреть в сторону Азии. Поэтому наши коллеги справляются с этой задачей. На этом у меня все. Спасибо. Азар, спасибо большое за интересные исследования, интересные результаты. Продукт СЖ преодолел свой сложный путь эволюции. Это, наверное, появился с десятых годов. Я рад, что, несмотря на все сложности, которые были в нем, в том числе и проблемами с цельдинга, и сложность приятия продукта клиентами, все равно сохраняется позитив, потенциал к его развитию. Я рад, что страховщики смогли адаптировать продукты до такой стадии, чтобы они оставались интересными клиентам. Но я, как и обещал, хочу завершить эту нашу сессию на том продукте, который страховщики жизни ожидали в течение большого количества лет. Я сам много лет провел страхование. И помню, как еще в 2001 году была написана первая концепция UnitLink, которая была подана на рассмотрение регулятора, она тогда была отвергнута. Тем не менее, 23 года шли дискуссии вокруг этого продукта. И вот кажется, что через год продукт долевое страхование жизни будет запущен. Сейчас все участники находятся в активной стадии подготовки. И интересный пример, если продукт ПДС, который мы обсуждали до этого, его основные потребительские свойства связаны, так скажем, со стимулирующими мерами со стороны Минфина для того, чтобы стимулировать долгосрочные сбережения налоговой стимулы, то в случае с ДСЖ регулятор пошел другим путем и попробовал создать для участников рынка такую среду для того, чтобы создавать интересные продукты на возможности скрещивания лицензии. Поскольку, по сути, ДСЖ, как и в мире в целом, так и в российской практике, через год должен появиться на стыте страхования жизни и паевых инвестиционных фондов. И более того, страховщики, наверное, будут этими экспериментаторами, которые попробуют, возможно, кто-то из участников, на себе совместить два вида деятельности страхования жизни и управления ПИФами, получив на себя дополнительную лицензию. Борис, передаю тебе слово. И вопрос у тебя такой. Какие ожидания у индустрии, у вашей компании, у руткострах жизни, от появления ДСЖ, какие ставки вы делаете на этот продукт, и как, на твой взгляд, ДСЖ, как продукт будущий, будет отличаться от текущей продуктовой линейки страховщиков, в чем ты видишь его преимущество для вас, для клиентов, и чуть-чуть шире, если будет возможность посмотреть, а как ты видишь в целом ДСЖ в сравнении с другими продуктами, от других участников рынка, от управляющих компаний, от бротеров, видишь ли ты здесь его конкурентные преимущества, силы, а может быть, наоборот, ты сравниваешь с НПФ и МПДС? Ну, ДСЖ действительно прошел очень большой и интересный путь, и он все еще не закончен на самом деле, потому что мы ждем по-прежнему разъяснений, что будет с налогами, мы до конца не понимаем, как будет происходить вопрос учета паевых инвестиционных фондов, ну и вопросы собственности тоже пока что, я бы сказал, не на 100% у нас финализированы. Но это действительно очень интересная активность, очень радостно, что она близится к завершению. Сегодня говорили про agile подход, и мне хочется верить, наверное, чуть забегая вперед, что мы вот сейчас находимся в стадии некого MVP, и потом этот продукт будет дальше дорабатываться. Но действительно это очень широкая вариативность продуктовая, которая нам стала доступна. А для того, чтобы немножко погрузиться в чудесный мир ДСЖ, куда мы все скоро должны будем погрузиться, хотелось бы вначале вам рассказать какие-то удивительные факты, которые в мире страхования жизни вообще существуют. Вот коллега говорил, что у нас достаточно хорошая осведомленность о ООО, например, об ИСЖ. Я не могу на 100% с этим согласиться, но возможно просто не с теми клиентами разговариваю. Поэтому многие из этих моментов стали, так скажем, удивительными открытиями для самого меня, а может быть станут и для вас. Ну, факт номер ноль, он не совсем про страхование жизни, он скорее так вообще в целом про все, чем мы занимаемся. Это не моя мысль, я ее украл, но не помню у кого. Клиентам, в общем-то, нужно решать какие-то свои задачки, а не те продукты, которые мы с вами делаем. Для них с течением времени развития клиента у него формируются разные потребности. Некоторые из них перерождаются в конкретные задачи, которые каждый из клиентов пытается для себя решить. И, к нашему сожалению, чаще всего они сами знают, как это сделать. И как бы знают лучше, чем мы. Ну, по крайней мере, они так думают. А мы можем только попробовать дать им более какое-то совершенное решение, по нашему мнению. Но они, скорее всего, попытаются его отвергнуть. Так что клиенты наши в большинстве случаев как подростки такие. Они сами все знают, сами все умеют. Хотя прожили на этом рынке не так уж, чтобы давно. И у каждой из задачек есть какой-то специфический аспект, который внутри продукта больше всего клиента привлекает. Про каждый из этих аспектов, собственно говоря, дальше мои удивительные факты. Факт номер один. ДСЖ, в широком смысле этого слова, скорее всего, будет рискованнее, чем ИСЖ. В широком смысле этого слова. Почему? Ну, потому что классический продукт ИСЖ – это продукт с 100% защитой капитала. Сейчас коллеги по цеху могут мне возразить, сказать, что можно что угодно, даже ПФИ завернуть в оболочку ИСЖ. Но это все-таки, наверное, не совсем в широком смысле слова. А ДСЖ в своей концепции, скорее всего, в основном будет состоять из паевоинвестиционного фонда. У меня есть такая позиция личная. Если ты очень-очень прекрасно понимаешь, как формируется твой доход, но твой убыток может составить, скажем, 80%, это все-таки немножко хуже, чем если твой убыток в худшем сценарии может составить ноль. Если ты начинающий инвестор и только пробуешь фондовый рынок. Но это мнение мое, не компании. Оно не популярно ныне, потому что прозрачность у нас во главе угла должна в первую очередь быть для начинающего розничного инвестора. Поэтому у нас с начала следующего года, с 1 октября этого года, прошу прощения, будет тестирование, и ИСЖ сможет купить только клиент, который тестирование прошел. То есть этот продукт надо будет заслужить. Он становится продуктом для избранных. И относительно ИСЖ кажется, что это более продукт для розничного инвестора у нас становится. Факт номер два. Нас всех скоро ждут налоги. И думаю, многие из вас успели посчитать, сколько в этом году надо будет заплатить. Налоги с депозитов. Я вот когда посчитал, понял, что мне, похоже, придется открыть накопительный счет, и я теперь коплю на налоги. Кто-то на машину, на образование детей копит, я коплю на налоги, потому что в мой ежемесячный кэш-флоу эта сумма как-то не вписалась. Ну а с точки зрения налогового режима, это один из самых сильных sales point оболочки страхования жизни. И на сроки до трех лет нам нет равных, потому что больше нигде нет налоговых льгот. А у нас она присутствует, льгота на доход, я имею в виду сокращение налогооблагаемой базы на размер ключевой ставки за период действия договора. Но вот в сроке 3+, тут у нас как бы интересная картинка с инвестиционными режимами различными. Общее правило примерно такое. Для маленьких чеков инвестиционный режим гораздо привлекательнее, для больших наши привлекательнее, потому что у нас опять же нету кэпа. Поэтому сейчас кажется, что зона ИСЖ это какие-то большие чеки, зона ДСЖ это какие-то маленькие чеки. И опять же до конца непонятно, какое будет налогообложение у этого продукта, но учитывая, что основная часть это паевые инвестиционные фонды, которые принадлежат клиенту, мы к ним имеем очень опосредованное отношение, кажется, что инвестиционный режим он больше здесь подходит. Ну и с точки зрения второго, наверное, основного такого мощного селлспоинта страхования жизни, как оболочки, это сохранность имущественных активов. Как проще всего защитить свое имущество, сделать так, чтобы оно вашим имуществом не являлось. И страхование жизни прекрасно с этим справляется уже долгое время, потому что полис страхования жизни, это есть не что иное, как обязательство страховой компании перед вами. Это вообще не ваше имущество. Ну и у нас достаточно широкая и объемная судебная практика относительно этого вопроса. У нас сейчас появился очень интересный инструмент, личные фонды, очень внимательно следим за его развитием, потому что вот с этой точки зрения, я бы сказал, это очень мощный конкурент для рынка страхования жизни. И будем внимательно, с большим интересом наблюдать, что дальше с ним будет происходить. Сейчас их практически нету, там, по-моему, меньше 20 фондов на текущий момент у нас существует. Но в долгосрочной перспективе, когда появится судебная практика, это будет очень интересно. А вот с точки зрения ДСЖ, эта история, интересно, я говорю ДСЖ, и люди поднимают телефоны. Эта история работать, скорее всего, не будет, потому что паевые инвестиционные фонды принадлежат клиенту, а не страховой компании, как в случае с обычными полисами страхования жизни. Соответственно, для клиентов, для кого вот этот вопрос является важным, то есть это более состоятельные клиенты, да, снова ДСЖ, наверное, как-то не до конца будет подходить. Ну и вот этот факт для меня лично оказался удивительным, как-то я об этом не задумывался раньше. Оказывается, что оболочка страхования жизни это очень гибко и быстро, и дешево. Для того, чтобы выпустить полностью сшитый, так сказать, под клиента полис накопительного страхования жизни, нужно примерно 3-4 человека, 1 XL и, ну, день-два. Ну, этим людям надо будет какую-то зарплату заплатить, а больше ничего. И появляется договор там, условно говоря, на миллиард рублей. Я видел договора, которые сзади не оформлялись. Ну да, ну, то есть как бы и это существует уже давно. Тут нам никакая не автоматизация нужна, ничего, потому что полностью это все может вариться внутри страховой компании. То есть получается на самом деле очень быстрое, гибкое решение. Конечно, если вопрос здесь в сохранности капитала, ну, это не совсем так сработает. Я потом вам в куларах могу рассказать, почему. Ну и факт номер 5. Интересный, вы многие могли заметить, что у нас на стенде сегодня был астролог. Вы поучаствовали в социальном эксперименте. И я вам так скажу, астрология интересует людей в 9 раз сильнее, чем мои продукты. Вот, то есть у нас 3 человека обратилось за консультацией, что вообще вы продаете, что вы делаете. И до 23 обратилось к астрологу. Я уверен, что цифра была бы больше, если бы время астролога было бы меньше, потому что я знаю людей, кто простоял в очереди, но не успел. Но это управляющие активами приходили, как к астрологу им. Да, да, да. Им нужно. То есть как бы, а почему это так? Мне кажется, что, я продолжу мысль предыдущего оратора, у нас не до конца сформировалось какое-то понимание вот той самой задачки, которую мы core нашим продуктом, а наш core продукт вообще финансовая защита. Мы инвестициями занимаемся, потому что хочется как бы рынок развивать и кушать чего-то. Но вообще страховщики жизни, они про финансовую защиту в первую очередь. Но у клиентов нет этой потребности. То есть не задачи, а даже потребности в большинстве случаев нет. И немножко расскажу вам, что это за потребность, собственно говоря. Раз уж у меня микрофон. И еще есть две минуты. У нас семья это что-то такое. Вот типа есть кормилец, у него есть куча народу на его плечах. Но что более важно, у всего этого семейства есть некие мечты, а для кормильца это финансовые цели, которые он должен обеспечить. Как это происходит? Ну как-то вот чего-то делаешь, и в конце это твоя мечта, ну или финансовая цель исполняется. Но у меня печальные новости. Согласно статистике Росстата, один из ста в течение года уходит из жизни. То есть не для всех этот путь достаточно гладок. И когда мы смотрим на такие цифры, большинство думает, ну это не я. Мне астролог сказал, что это не я. А мало кто из нас думает, а что будут делать мои близкие, если это я. И вот это, друзья мои, та самая потребность. Как только мы задумываемся, а что будут делать близкие, если со мной что-то не станет, это выявление этой самой потребности. Ну а что будет? Будет жопа с нашими близкими. К сожалению, вместо успешного испытания, исполнения их желаний и мечты, скорее всего, будет какая-то некрасивая история. Если это буду я, конкретно я, то с моей семьей будет все нормально, потому что у меня дофигища страховых продуктов. Вот я очень, так скажем, хорошо застрахован. И страховая компания выступит вот этим финансированием для мечты, которую я здесь сейчас для своей семьи придумал. То есть фактически это некая такая вот опора для семейства. Ну а если мы говорим про какие-то мечты, цели, задачи, то базовая какая-то, вот мы все это слушаем, я надеюсь, у вас возникает мысль, да, что же надо делать для того, чтобы этого не происходило. И я вам скажу, два годовых дохода минус заначка на черный день. Это вот тот уровень страховой защиты, который у нас должен быть в суперликвидных активах, которые мы как бы больше ни под что не расходуем. Потому что если расходуем на что-то другое, то это уже другая финансовая задача. Ну и нехорошо их смешивать. Почему два годовых дохода? Потому что примерно столько нужно, чтобы найти нового кормильца, если со старым что-то случилось. Да, 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 почему-то это всегда вызывает смех. И здесь вот это уже задача. Это уже задача. И мы понимая, что… Можно мне еще буквально 25 секунд? Спасибо. Понимая, что задача стоит, надо ее как-то решить. По 10% в год откладываем с доходностью 10% годовых. 11 лет нам понадобится. Ну такой себе SLA. Поэтому страхование жизни – это то самое плечо, которое завтра даст вам возможность эту задачу закрыть. Для молодого возраста всего 3% от вашего годового дохода, и вы получаете необходимый уровень страховой защиты в 200% от вашего годового дохода. Ну лучше это делать, конечно, когда ты максимально молод, потому что с возрастом тарифы дорожают, соответственно и страховка дорожает. Приятный бонус – в конце вам вернутся все ваши взносы. Это НСЖ. А есть рисковое страхование жизни. Если вам не нужны взносы назад, и вы сами умеете прекрасно инвестировать, а здесь собрались именно такие господа и дамы, то можно еще в два раза дешевле. Это рисковое страхование жизни. Оно позволит вам точно так же на 30 лет зафиксировать тариф и получить необходимый уровень страховой защиты уже завтра. Резюмируя, я не думаю, что ДСЖ будет сильно конкурировать с действующими продуктами, и мне хотелось бы, чтобы у нас сохранились все они в том или ином виде, потому что у каждого из них своя задача, которую они пытаются решить для клиентов. И вот тот самый целевой клиент, он все же немножко разный, поэтому очень надеемся, что наша там инициатива по, так скажем, ИСЖ 2.0 для состоятельных клиентов, она найдет свою поддержку, и мы в итоге сможем этот продукт тоже запустить. Борис, спасибо большое. Ну, поняли, что рациональные копят на налоги, все остальные на астрологов. Я, к сожалению, не дождался появления ДСЖ, будучи участником страхового рынка. Возвращаюсь. Перешел в индустрию инфраструктуры, и с этой точки зрения буду очень рад помочь всем страховщикам жизни освоить новый опыт работы с паевыми инвестиционными фондами. Боря, у меня в этой связи вопрос к тебе, и поскольку у нас время осталось, поскольку все из Питера большие молодцы уложили свое время, я хотел бы попросить каждого из участников ответить на этот вопрос. Как вы себе видите взаимодействие между страховщиками и управляющими компаниями в контексте появления ДСЖ? Планирует ли ваша компания получать лицензию? И отношения страховщиков к управляющей компании, партнерские, скорее, конкурентные будут? Я прошу каждого из участников ответить. Боря, ну, ты первый. Ну, у нас совсем недавно вышла новая, первая редакция указания о долевом страховании жизни, о минимальных требованиях к этому продукту. И там есть существенные, так скажем, дополнительные возможности, которые открываются у компаний, имеющих лицензию управляющей компании. Если раньше я думал, что, может быть, оно и не надо, это все-таки довольно сложный процесс, то вот после появления этого указания чаша весов вешивается, наверное, больше в сторону того, что нужно. Один из основных моментов, он такой, если управляющий меняет правила управления по его инвестиционным фондам, то у клиента ДСЖ возникает оферта на возврат 100% средств, которые он инвестировал. То есть, если фонд упал на 80%, например, или на 50%, поменялись правила фонда, клиент может прийти к нам, и это ответственность страховой компании. Это убыток страховой компании. Ну, я что-то сомневаюсь, что уважаемые коллеги из управляющих компаний готовы будут подписать с нами бумагу, где скажут, что их действующий паевый инвестиционный фонд, который нам было бы интересно продавать в рамках своей сетки, в нем 100% не будет никаких изменений правил. Если я ошибаюсь, пожалуйста, поднимите руку, кто готов. Такую бумагу подписать. Поднимите руку, потом отдельно к Борису подойдите, он ищет. Кость, мнение Сагас жизни. Ну, Сагас полностью солидарен с коллегами с рынка. Действительно, сейчас, на мой взгляд, полной регуляторной ясности в продукте ДСЖ нет. Те общие канву, подход, который предложил ЦБ, мы пытаемся все это завернуть в какие-то продуктовые решения, в какие-то инфраструктурные решения. Однозначно будет получение своей рецензии. Само собой, никогда мы не закрываем двери для внешних управляющих компаний, потому что это будет, может быть, интересной коллаборацией. Ну, будем посмотреть. И вот, как коллеги на предыдущей панельной дискуссии сказали, что долгосрочные пенсионные сбережения – это начало долгой дороги. Вот у меня есть большое подозрение, что ДСЖ – это тоже начало долгой дороги, которую нужно будет нам с регулятором вместе пройти и прийти к той конструкции, которая была максимально благоприятна для, наверное, все-таки в первую очередь для наших клиентов, потому что мы работаем все-таки для них. Да, Костя, спасибо большое. Саша, что думает по этому поводу представитель группы Сбера? Мы точно получим лицензию. Я даже планирую, не планирую. Мы же знаем, когда, да? Мы даже знаем, когда. У нас номер тоже есть. Дорожная карта уже есть. И, соответственно, да, это нам даст определенные возможности. Что касается взаимоотношений с управляющими компаниями, которые являются партнером. Да, у нас там две управляющие компании являются партнером группы Сбер. И у нас с ними такие дружеские взаимоотношения. Продукты стоят параллельно на полке. И совершенно спокойно продаются и там, и там. Поэтому здесь будет только такая, наверное, синергия. И я думаю, что это будет как раз очень хорошо. Спасибо. Володь, ты готов от лица Ренессанс Страхование Жизни? Да, да, да. В общих чертах абсолютно. Но мы смотрим на международный опыт и видим, что игроки в сфере благосостояния, именно так на это надо смотреть, а не на продажу страховых продуктов. Мы абсолютно пытаемся изменить наше сознание и, наверное, рынок тоже. Поэтому точно видим себя на этом рынке и собственными продуктами. Есть большая экспертиза и на базе компании Ренессанс Жизни, и на базе группы Спутник. Поэтому да, но как и с управлением портфеля, точно будут партнеры. Поэтому будут и партнерские проекты с управляющими компаниями внешними. То есть микс такой. Спасибо. Азар, БКС? Да, но БКС очень хорошая синергия, поэтому у нас таких планов пока нет. На получение лицензии имеют. Понятно. Спасибо большое. Ну вот, видите, я хотел бы, наверное, воспользоваться ситуацией, не знаю, какого здесь представителя Банка России остались ли они среди нас, слушать, попросить как можно быстрее снять те неопределенности, которые остаются в области регулирования, поскольку мы уже в мае месяце, остается 6 месяцев до запуска продукта. Вопросов действительно много. Хотелось бы их решить не в конце ноября-декабря, а как можно раньше. Ну а всех участников рынка страхования я призываю активно общаться с своими спецдепозитариями, с своими управляющими компаниями для того, чтобы отстроить операционную модель по новому продукту, чтобы она действительно была готова к моменту запуска продаж этого продукта. Ну и поскольку вот нас остается 50 секунд, я, наверное, решусь на один провокационный вопрос к участникам. Если кто-то будет готов ответить, то передам слово. Упоминается, что страховщики причисляются регуляторами среди потенциальных претендентов на участие в программе ПДС. Интересное мнение такое. А страховщикам интересно участие в ПДС и верите ли в то, что это случится? У нас есть такой вид страхования жизни, пенсионное страхование, которое примерно никак не продается на текущий момент. А это очень грустно, потому что основной наш риск – это уход из жизни в результате любой причины. А вот дожитие и какие-то передожития – это обратная сторона медали. И возможность развития пенсионных программ для нас – это фактически натуральный хедж. И в какой-то степени аналог какого-то перестрахования. Поэтому, наверное, это было бы интересно для нас поучаствовать в подобного рода истории. А веришь ли ты, что это случится? Что вас допустят к ПДС? Ну, а почему бы и нет? Мы классные. Кто-то еще хочет рассказать на эту тему? Ну, я поддержу. Мы классные и без вариантов. Пенсионный снялся языка прям. Мы самое интересное направление бизнеса, которое есть для нас, конечно. Значит, пенсионное страхование, оно присутствует очень давно. Действительно, никакого развития глобального там нет. Я бы туда докрутил как раз предложение, которое делал Александр по долгосрочным дисконтным облигациям. И это уже было бы интересно, это могло бы уже полететь. И, конечно же, нам нужно софинансирование. Без него очень тяжело привлекать людей на долгие сроки и запускать их в наши программы. Ну, вроде как пока мнение на такое. Ну, я выяснил в зале глазами представителей пенсионных фондов. Мне кажется, коллеги уже ушли после своей сессии, поэтому вы, наверное, обошлись без провокационных вопросов с их стороны на тему, кто круче, кто более классный. Мы прошли свою повестку. Все. Я обещал, что если будут вопросы, мы можем их задать. Дмитрий поднимал руку. Борис, к вам вопрос. Какую часть своей сессии команды вы переименуете в страховых астрологов? Ну, у нас сейчас есть интересный проект. Короче, у нас есть инвестиционный аналитик. Его зовут Лулу. Это пес. Он формирует портфель, так скажем, активно управляет им. И на текущий момент за последний год обгоняет примерно 50% ОПИФов по доходности. Вот. Ну, такое вот интересное исследование мы проводим в долгосроке. Ну, были такие множество разных других. Может быть, и подобного рода актив на астрологию запустим. Не знаю, но это пока… Почему его не было? На сессии инвестидей. Будет спикером вместо меня, да. Коллеги, я уверен, что… На сессии инвестидей, мне кажется, вообще. Будет спикером. Спасибо. 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 И вручить ей диплом вот как раз за активное участие в стипендиальной программе. Спасибо вам большое за участие. Спасибо. За активное участие в реализации стипендиальной программы Организации финансового рынка инвестиций в будущее награждена управляющая компания «Гамма Групп». Спасибо за высокую оценку. Спасибо за оценку и за награду. Коллеги, всех с наступающим летом. Ну а наш прекрасный сумасшедший Питер уже нас наградил этими тремя летними великолепными днями. Спасибо. Спасибо. Ну и у нас есть долг перед ТКБ Инвестмент Партнерс за достижение высоких результатов по развитию и совершенствованию финансовых услуг, высокую эффективность бизнеса, безупречную репутацию на финансовом рынке Российской Федерации. И в связи с 20-летием со дня основания мы немножко опоздали, потому что это было в прошлом году. Коллеги, скажу честно, на самом деле действительно неожиданность, потому что меня уведомили о том, что будет какое-то награждение. Я бы так подозревал, что тоже за участие в стипендиальной программе, потому что мы тоже учредили. И я подготовил речь о том, что насколько это важно. Это действительно важно поддерживать молодые дарования и таланты. И это один из наших, на самом деле, стратегических KPI с точки зрения развития компании. Но вот это действительно искренне полная неожиданность. Спасибо большое. Я надеюсь, что через 10 лет, точнее меньше, через 8, потому что в этом году, в конце года 22 года будет компания, через 8 лет будет такой же повод выйти на эту сцену. Спасибо большое. Спасибо вам. У нас есть еще ряд наград. Надежда Зарецер, НПФ, благосостояние, за достижение высоких профессиональных результатов в 2023 году, добросовестный труд и инициативу. Очень неожиданное награждение и очень приятное в отрасли уже более 10 лет. И настолько комфортная среда среди коллег внутри фонда, а также внутри конференции отрасли, что хочется только продолжать взаимодействовать со всеми участниками сектора и достигать все более эффективных решений в обсуждениях и дискуссиях. Спасибо. Спасибо. Почетную грамоту мне поручили вручить Алеевой Ирине Александровне, СДК Гарант. Я даже не знаю, за что в этот раз грамоту мне. Поздравляю. Спасибо большое. Да, участники дорогие. Я тут тоже, наверное, мастодонт в нашей отрасли, потому что с 2000 года в ней работаю. И я так понимаю, что я уже из нее, из нашего финансового рынка, видимо, никуда не денусь, где бы я ни работала. Большое спасибо. Ну, в основном, да, в основном люди, которые давно работают на рынке. Ну и теперь я могу перейти к следующему награждению. Дмитрий Владимирович Козырев. Вам присвоено звание «Заслуженный специалист финансового рынка». Коллеги, спасибо большое за такую награду. На пенсионной сессии мы показывали слайд, как растет наша доходность, как мы обыгрываем инфляцию. И какой-то год там у нас такой был всплеск и звезда была. И хочется сказать всем, чтобы мы всегда на таких графиках, у нас были только одни звезды, чтобы мы могли соблюсти всегда баланс риска и доходности во благо нам и нашим клиентам. Спасибо. Спасибо. Звание «Заслуженный специалист финансового рынка» удостоен Волков Иван Александрович. Чтобы не превращать это во вручение «Оскара», я считаю, что я работаю в самой лучшей отрасли в мире. Спасибо, что вы есть. У нас все еще впереди, мне кажется, это такое начало большое. Каждый год, я думаю, что мы вроде стабилизировались, но каждый год как новый. Спасибо огромное за это. Спасибо вам за труд. И есть высшие награды Совета финансового рынка. Это медаль за вклад в развитие финансового рынка. Вот так она выглядит. Вот так она выглядит. И к ней есть лацканный знак. Чтобы медали не носить, каждый день можно носить лацканный знак. На самом деле, с учетом сегодняшних моих трех вручений, на финансовом рынке 20 человек награждены высшими наградами. И я с удовольствием хотел бы вручить эту награду Андреевой Ольге Викторовне. Не вижу ее, она президент, много лет президент, передаем для вручения в саморегулируемую организацию. Опа. А знаете почему? Потому что вот так. Спасибо. Ольга на самом деле очень гордится, очень ценит награду. Спасибо большое. Ольга сейчас просто на совещании в транспорте здесь. Поэтому спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Тоже такой же наградой награждена Хисматулина Наиля Равкатовна. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо огромное. Уважаемые коллеги, всем спасибо за нашу работу в нашей достойной отрасли. И все 25 лет этой работы в нашей отрасли были хорошими. Поэтому всем успехов и до встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. И еще есть одна награда, но я так понял, что госпожа Морозова уехала уже. Да, да, да. Она, конечно, я ее помню босоногой девочкой на этом рынке пенсионном. Вот поэтому она уже много-много лет здесь. И такая же награда вручается вот ей за вклад в развитие финансового рынка. АПЛОДИСМЕНТЫ Что можно сказать? Галина одна из нас немногих, кто сумела руководить не только пенсионным фондом, но и группой пенсионных фондов. И отвечать в огромной финансовой группе за это направление бизнеса. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще совет финансового рынка поручил мне поблагодарить Сибонс за активную, многолетнюю, успешную работу на финансовом рынке Российской Федерации. АПЛОДИСМЕНТЫ Сибонс, я как программный директор крайне рады получить эту награду. Благодарим за признание, за участие, за многолетнее участие в наших мероприятиях. И будем рады видеть вас на нашей скорой декабрьской сессии и в следующем, и в следующем, и в следующем году. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и спасибо всем, кто досидел до конца на вручении, потому что три часа высидеть не так просто. Спасибо, удачи вам в бизнесе, в личной жизни. Всего самого доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...